Приветствую вас, друзья! Мы начали разбор различных типов личности, особенностей характера. И рассматриваем это исключительно в контексте отношений. В контексте личных, близких отношений, партнерских, дружеских и служебных. Сегодня я хочу поговорить с вами о параноидальном или параноидном типе личности. Обычно люди, у которых есть параноидальная акцентуация, вот вы скажете, что за параноидальная акцентуация, я вам скажу, это в основном люди, которым кажется, что их хотят обмануть, унизить, кинуть и подчинить. Вот если человек слишком озабочен этими вещами, то он находится в таком, знаете, в положении, в позиции недоверия. То есть, а, ты любишь меня? Докажи мне. Ты мне хочешь использовать. Иногда они это даже не озвучивают, они это проверяют. Но проверяют каким-то хитрым, только им известным способом. Вот. Смотрите, параноик не сомневается, или человек с параноидальным типом личности, не сомневается в верности и достоверности своих сверхценных идей. То есть, если ему кажется, что этот человек не тот, за кого себя выдает, разубедить его невозможно. Вы можете показывать отзывы, вы можете собирать свидетельства других людей. Для него это будет только лишним подтверждением, что вот так я и знал, смотри, собрал защитничков себе, а на самом деле мы знаем, что это за человек. Я знаю. Если у человека присутствует параноидальная акцентуация, он может вполне начать подозревать вас в плохих намерениях в самом, ну, в самом истоке ваших отношений. Он смотрит на вас и чётко понимает уже, что вот сейчас этот человек двигается в отношениях, потому что хочет моих денег, или хочет секса, или хочет меня подчинить, или получает удовольствие от обладания. Когда в параноидальную голову попадают сверхценные идеи или психологические знания, он транслирует это, как будто бы он автор, носитель и сам Господь Бог, который эти идеи открыл. Параноидальные люди к своей паранойке нерефлексивны. Возможно, они приходят, допустим, люди с параноидальным типом личности приходят в терапию, и первый, кого они видят, то есть терапевт, и они начинают свои проекции надевать на терапевта. Им кажется, что терапевт хочет их подчинить себе, что у терапевта намерение здесь доказать своё превосходство над клиентом, что у терапевта есть сексуальный интерес к клиенту, что терапевт вот так вот на прощание там обнял или сказал какие-то хорошие слова, и это неспроста, что-то он имел в виду. То есть он всегда ищет второй негативный смысл, стоящий за позитивными намерениями человека, за просто простыми, может быть, словами. У параноидального типа личности есть склонность такая переваливать ответственность на других людей. Во всех случаях, когда человек что-то забыл сделать, ну, как по дому, например, или на работе, параноик или не параноик, параноидальный тип личности, вот сейчас мы рассматриваем, вывернет всё таким образом, что за то, что он не сделал, забыл или не успел, ответственен не кто-то другой. Параноидальные личности высоко ценят власть. Слабость, ущербность вызывают у них презрение. Вот. Если сам человек с параноидальным типом личности не достиг определенных результатов, у него есть кумиры. И сейчас мы о кумирах, о святых паранои. Эти кумиры – это диктаторы. Сталин, Гитлер, об остальных упоминать не будем. Это люди, которые развили в своей стране или в своей организации сеть шпионства, чтобы вычислять врагов. Вот это, ну, как бы, трансляция, которую вы нередко слышите по телевизору насчет того, что мы окружены врагами. Проецирование намерений, если бы мы не напали, то они бы напали на нас, это все следствие параноидального бреда. Параноидальные вожди удивительно убедительны в своей аргументации. Они говорят безапелляционным тоном, они говорят, как будто все так и есть, и они расчеловечивают оппонента, который просто задает уточняющий вопрос, откуда это известно, а насколько точнее эти данные. Нет, вот давайте из современных можно сказать. Вот классика Владимир Соловьев. Я не уверен, что он параноидальный тип личности. Я уверен, что наверняка, что он хороший актер. Он, этот пропагандист, прекрасно играет, попадая в паранойю, в массовое параноидальное сознание. Смотрите, чтобы сплотить людей вокруг, народ вокруг лидера, необходимо запустить параноидальный вирус. Начинаем исследовать мировое правительство, масоны, патиссоны, планета Нибиру, кто-то нами управляет с помощью каких-то вышек. А потом вы идете по улице, видите вышку, которая стоит. И если она уже умножилась на сверхценную параноидальную идею, которую кто-то в Ютубе или по телевизору протранслировал безапелляционным образом, вы посмотрите на это и скажете точно. Вот точно говорил. И тут вы уже попались на... В какой-то мере вы уже... Вирус паранои находится внутри. Бабушки, которые... Они говорят, соседка меня травит. Значит, излучатели какие-то направлены. Родственники таблетками хотят побыстрее меня жить со свету, чтобы завладеть квартирой. Конечно же, это все следствие детской травмы. Конечно же, когда послание семьи было такое. Мы вот здесь хорошие, а мир опасный. Параноик всегда уверен в истинности своих убеждений и целей. Потому что параноик рассуждает и действует из аффекта. То есть, в нем появляется какая-то... Ну, смотрите, цепляется идея, например, ну, какая-то идея, что все там люди такой-то национальности или люди такого-то... имеющие такой-то внешний вид, например, нос с горбинкой. и это неспроста. Вот есть их достаточное количество и в церкви. Параноики тщательны в отслеживании, например, что батюшка там не так сказал, не так сделал, в чем он исказил веру. Вот у нас было так, а пришел новый батюшка, стал не так, надо поменять этого батюшку. То есть параноики склонны собирать вокруг себя людей, это их потребность, чтобы транслировать свои параноидальные идеи и подозрения. И это паранояльный радикал застревания на идее, потому что если у человека обычного психического устроения, ну, условно нормального, например, возникла идея, за каждой идеей есть какая-то эмоция, и человек говорит, вот там гады, подонки, сволочи, там, что-то такое, кто-то виноват, в чем-то, ну, как бы поговорили, эмоция ушла, информация верная, неверная, это неважно, она освободила, оставила человека, и человек вот такой дальше поделился своим напряжением и идет параноики застревают на идеях параноики, сейчас я условно говорю, это люди с параноидальным типом личности, они застревают на идее и она держится очень долго, в других своих видео я говорю, что есть люди, которые в супружеских, партнерских отношениях копят на вас досье, то есть, когда вы забыли купить молоко, когда вы пообещали там, например, да, вечером пойдем и не напомнили, параноик ждет, сказал в 7 часов пойдем гулять, а он сидит за компьютером, параноик копит досье, вы в какой-то момент, например, разозлились на что-то и как-то чуть-чуть накричали, поругались там, может быть, и сказали, да как ты меня достала, вот для параноика, да как ты меня уже достала, это означает, что я хочу, чтобы ты сдохла, то есть, обычные слова в человеческом конфликте параноики воспринимают как умножить на 10 или на 20, то есть, они додумывают, они копят досье, и они долго застревают на той или иной идее, которая их возбудила, вот, ну, тоже здесь, видите, могут быть люди с параноидальным типом личности как в активной, такой, как бы, пробивной фазе, то есть, они пробивают, они проповедники, они осуждают, там, они призывают, так и в пассивной, ну, а вот это доносительство, написать донос, написать жалобу, написать жалобу в полицию, например, вот, на то, что у них там кто-то, уже третий день кто-то ночует, понимаете, полиция, бедная, от этого склочничества, конечно же, устает, и она так профилактически по факту заявления рейд проводит, но ничего с этого хорошего, параноики, приближаемся к нашей теме сейчас, а очень сильно ревнивы, смотрите, вот смотришь, например, вы идете вместе, ваш муж или ваш парень, например, там, имеет параноидальный тип личности, скрытый параноик, копит оси, или открытый параноик, у которого есть сверценные идеи, и если вы не поддерживаете его или ее сверценные идеи, обычно это политика, религии, микрочипы, всякие такие вещи, ну разные там, если не поддержите ценные идеи параноика, вы для него враг, и вы представитель матрицы, если вы скептичны к его идеям, эти идеи могут быть как политическими, так и эзотерическими, например, ну там, параноик может верить, например, в какие-нибудь торсионные поля вокруг человека, и если вы скажете, ну блин, ну чакра, не чакра, ну слушай, ты любишь меня или нет, скажи, вот он начал убедительно транслировать свою религию, а вы перевели в меркантильное любовное сюсюканье, и скорее всего он ошибся. В чем разница между параноидальным и нарциссическим типом личности? Если нарцисс, когда разоблачаются его нарциссизм, впадает в чувство стыда, как будто с него сняли маску и увидели, кто он на самом деле, то параноик сразу же начинает проявлять те или иные, проявлять в поведении агрессию, злобу, перекладывание ответственности, подозрительность, и в этом смысле человек с параноидальным типом личности, вы говорите по телефону у параноика ухо востро. Если вы говорите по телефону, например, может быть, про своего кота что-то рассказываете, употребляя местоимение он, или валяется целый день, но он такой милый, такой ленивый или чего-то сегодня не ел ничего. Смотрите, параноик услышал пару фраз, он точно знает, что вы сплетничаете про него, он может промолчать, особенно если это не аффективный, а такой скрытый параноик, но он уже копит на вас досье. Подружкам позвонила сплетничать про меня. и ваши попытки разубедить, что вы разговаривали про кота, а не про него, только убедят его еще в большей степени, что на самом деле вы разговаривали о нем, видишь, а теперь ты отрицаешь. У параноиков присутствует дисфория, недовольство, но за счет разоблачательства, за счет того, что написать в комментариях, что кто-то такой или сякой, он может отреагировать это, но он никогда не простит то, что посчитает оскорблением. И он никогда не простит тот или иной какой-то моральный, эмоциональный ущерб и пренебрежение собой. Если его где-то забыли пригласить, ну, по чисто, знаете, таким причинам второстепенным, вот мне даже так странно, ну, забыли и забыли, проведу вечерок за компьютером, но он это все скапливает как аргументы, что им пренебрегают, его хотят использовать, его не уважают и еще это демонстрируют. Вот, ну, вообще, люди с параноидальным типом личности, они хорошие работники в спецслужбах, то есть, они могут предугадывать заговоры, может быть, какие-то подозрительных людей, подозрительный предмет, вот следователи, да, следователю просто показано быть параноик, если он добряк и импат, какой он следователь, поэтому там они могут реализоваться, но если речь идет о близких, супружеских, семейных отношениях, и ваш потенциальный интимный партнер, неважно мужчина или женщина, предположительно параноик, в особенности, если вы живете в стране, где параноидальным стилем мышления, мы хорошие, все вокруг плохие, заражены, заражена какая-то часть населения, и вот вы полюбили параноик, вот первые звоночки, первые аргументы, что ваши маленькие отказы воспринимаются как обесценивание, ваши поступки подшиваются в папочку для досье, в каждой ситуации конфликтный параноик предъявляет вам не только эту ситуацию, а целый списочек, а помнишь, первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, он как будто на ось, знаете, вот как чеки раньше на ось нанизывали, нанизывает все ваши погрешности и неточности, и кажущееся пренебрежение им, и кажущееся неуважение его и его идеей, и потом этим шампуром с подшитыми аргументами он тыкает вас, когда, например, набирается уже девятый, он может просто предъявлять вам не только ситу, предлагать вам не только последнюю или конкретную ситуацию к разбору, но в качестве аргумента выдвигать вам обвинение в том, что это твое реальное отношение ко мне. Потому что и у него те маленькие какие-то вещи естественных бытовых конфликтов, для него они гипертрофированы в нечто гораздо большее. Поэтому если вы не подчиняетесь, не слушаете параноика, если вы хоть чуть-чуть скептичны к его идеям, все, вы крепенько попали. Вас будут уничтожать, вас будут унижать. И в конечном итоге, чем больше вы будете пытаться объясниться и оправдаться, тем в большей степени человек с параноидальным типом личности будет убеждаться, что так это и есть на самом деле. Смотря она еще оправдывается. Раз оправдывается, значит так оно есть на самом деле. Налицо искажение причин следственных связей. Поэтому мальчишки, девчонки, мужчины, женщины, юноши, девушки, ну так хочется по-человечески спросить. Нахрена оно вам надо? Первые звоночки поступили, внимательно наблюдайте. Это не расстройство личности, это тип личности. В крайней степени это расстройство. Уже бабушка, которую кажется, что ее травят родственники ради квартиры, то есть приписывание намерений, там совершенно хотят убить, это уже расстройство. Но между акцентуацией и расстройством там же четких линий нет. Есть просто целая градация от типа личности до конкретного расстройства. И обычно, если такой человек не ставит себя под вопрос, не терапевтируется, не вот фактор реальности не выстраивает, скорее всего, такой человек, он будет прогрессировать от типа личности к расстройству. и все внешние события будут убеждать и все больше степеней его правоте. Если вы замечаете, поднимаете какую-то тему, обычно тема политики, религии, как правило, они самые такие ключевые, предлагаете к обсуждению ту или иную позицию по тому или иному вопросу. Есть ли его позиция по вопросам политики, религии или каким-то глобальным вещам. Не соответствуют вашей позиции. Если его позиция не соответствует вашей позиции, он разговаривает с вами как с личным врагом. Потому что параноики, но к некому общему полю параноиков, парандальных идей присоединены и они здесь просто становятся вообще не идеологичными и агрессивными. Если в каком-то контексте, например, в разговорах о политике возьмем на ушко, человек резко включает параноидальный стиль и разговаривает с вами, как будто вы агент западных спецслужб, если он сторонник какого-то такого другого направления, то это качество проявится и в личных семейных отношениях. Идеологичности нет, возможности разобрать конфликт нет, возможности пройти совместный кризис нет. Если бы не ты, мы были бы хорошей парой. Вот это как раз свойство переносить ответственность на другого человека и полную убежденность в своей правоте и ожидание подвоха рано или поздно, я же вас, баб, знаю, ты меня кинешь. Я знаю, сейчас ты помутишь, помутишь, а потом, ну что, это понятно все. То есть, в какой-то момент этими подозрениями, этими ревностным бредом в конечном итоге человек может спровоцировать другого человека на на что, на какие-то очень странные поступки. Давайте на этом завершим. Я надеюсь, что те, для кого этот урок, эта грань понимания оказалась полезна, что-то напишите в комментариях. Понимаете, мнение жалко, чтобы люди женились и выходили замуж за нарциссов, за психопатов, за параноиков, эпилептоидов. Мне не жалко. Но только мне приходится это чинить как консультанту, как терапевту. Понимаете, и чинить проще донести информацию и знания о том, что такие люди существуют. Но если у человека личностное расстройство, а у тебя хорошие папа-мама были, и ты, в принципе, не травматик, не параноик, ну, хорошо. Ты не можешь заподозрить другого в том, что он какой-то инаковый. Ты проецируешь, я говорю сейчас людям с эмпатией, знаете, таким доверием. Ты проецируешь на другого то, что он такой же человек, как и ты. Ожидаешь, что там совесть проснется или сердце растопится. На самом деле нет. Люди разные. Понимательно присмотрись в начале отношений. Подойдет ли тебе именно такой типаж человека, мужчины или женщины для глубоких и долгосрочных отношений. Вот на этом все. Продолжение следует...